Смотря на это исполнение сложных силовых элементов и не скажешь, что спортсменке всего 9 лет. Номер «Спартанец» Соченко Арина Дранова показала на чемпионате Европы по воздушной гимнастике. Он прошел в конце сентября в Праге. Почти пятиминутное шоу на полотнах технически точное и артистичное покорило серьезное жюри и принесло золото юной спортсменке. Немножко было страшно, но были такие сильные конкуренты. Боялась за последний обрыв, потому что там я прихожу только на одну руку. Страшно было, боялась сделать его. Мне получилось. Я так рада была, когда результаты сказали. Было мало времени подготовиться. Последние два дня я отрабатывала этот номер под музыку. А это уже на четвертом международном первенстве по воздушно-спортивному эквилибру в Москве. Тот же номер, только сложнее. Намного. Семь минут в воздухе, силовые элементы и зрелищные обрывы. Вот он тот самый опасный момент, когда девятилетняя гимнастка могла просто упасть с высоты двухэтажного дома. Но Арина не растерялась, вышла из ситуации, применив все свои силы. Из-за потерянных секунд выбросила из номера несколько элементов и с точностью завершила свое выступление. Бронзовая медаль. Но, как отметили судьи, если бы не падение, точно первое место. Затем последовали еще два номера уже в дуэте с Ариной Харламовой, спортсменкой, которая завоевала четвертое место на чемпионате Европы. И снова сочинцы признаны лучшими. В успехах спортсменов большую роль играют тренеры. Юлия Десяткина придумывает все номера, сама оттачивает их, а потом разучивает с воспитанницами. Кстати, Юлия также получила золотую медаль на соревнованиях в Москве. Выступала в дуэте с еще одной сочинской гимнасткой Дарьей Заикиной. Всего же международное первенство принесло в копилку наших спортсменов 14 медалей. Мы представили 17 программ, из которых 14 оказались призовыми. В итоге мы получили 8 золота, 5 серебро и 1 бронза. И его возраст у нас был от 7 лет, это самые маленькие детки были, и до 38. Мила Ушакова получила золото, Арина Дранова получила золотые медали, Евангелина Подаревская получила золотые медали, Мария Воробьева получила золотые медали, Алена Скрипникова золотые медали. В номерах воздушных гимнастов важно все – от выбранной музыки, образа до безопасности. И если штрихи по качеству исполнения корректирует основатель канадской школы воздушной гимнастики спортсмена олимпийской сборной Эдуарда Дортикас, то за страховку спортсменов отвечает специалист своего дела и официальный представитель Федерации воздушно-силовой атлетики Краснодарского края. Все атлеты работают на высоте примерно 6, 7 и 8 метров, как бы рабочая высота. Поэтому с залами спортивными немного напряженка. Пока все делается своими силами, покупаем весь, как говорится, инвентарь, что-то занимаем в альпинистских магазинах. Вот так своими силами сочинцы добились успеха не только в России, но и в Европе. Воздушные гимнасты намерены и дальше покорять пьедесталы на турнирах разного уровня и достойно представлять свой родной Сочи. Планируют также участвовать в городских праздниках, выступать на цирковой арене и в шоу-программах, чтобы этот вид спорта стал также развиваться, как единоборство и зимние виды.